Проект «Старшее поколение» – один из ключевых в национальном проекте «Демография». Его основная цель – увеличение продолжительности жизни граждан и улучшение ее качества. Этот проект реализуется среди людей серебряного возраста, в том числе и в домах-интернатах. Например, в Берском доме-интернате для престарелых и инвалидов работает творческий клуб «Хорошава». Занятия у нас проходят раз в неделю. На занятиях мы занимаемся различными видами деятельности. Это и бумажная пластика, и вышивка, и работа с тканью, и работа с природными материалами. То есть сфера огромная. В основном я стараюсь выяснить у них, что бы они хотели сделать. Подобные проекты работают в шести стационарных учреждениях, которые подведомственны областному Министерству труда и социального развития. Творческая мастерская «Хорошава» работает уже не один год. Здесь каждый человек находит дело по душе. Ромашки делали, брошки делали. И что делали? Керенточки делали. Друга Георгиев, керенточки делали. Дарили мы. Для человека это возможность реализовать какие-то свои творческие наклонности. А во-вторых, для нас такая терапевтическая значимость этого проекта заключается в том, что за счет мелкой моторики мы также оздоравливающий эффект для людей получаем. Ну и, конечно, эмоциональный компонент, когда человек видит результат своей работы, когда он общается, когда он активен. Это тоже очень для нас важно. К сожалению, у многих людей с возрастом пропадает интерес к жизни. Поэтому в интернате стараются разнообразить свободное время постояльцев. Они могут играть в дартс и настольные игры, ухаживать за цветами на территории. Некоторые даже предлагают построить своими руками детский городок и часовню. Ну а многие хотят внести свой вклад в помощь нашим военным. Здесь я вижу, что народ меняется, подключаются новые. Люди заинтересованы и они рады, что они готовы вложить какой-то свой вклад, внести именно нашим ребятам в зоне СВО. На сегодняшний день в интернате находится 545 человек. Половина из них требует ухода и находится в лежачем состоянии. Ну а все остальные стараются свое время провести с интересом и пользой. Мы стараемся так, чтобы это была полноценная их жизнь. Не то, что они приехали здесь и доживают. Потому что они именно живут полноценной жизнью, которая была у них до того, как они пришли сюда. Очень многие вещи, которые сегодня здесь творятся, подстричь кусты, а это их инициатива. То есть они идут сами, это все делают красиво, чтобы нам хочется, чтобы было красиво. Я всегда говорю о том, что это ваш дом и вам его беречь. И вы должны его сделать еще лучше, чем он был. Наверняка и здесь не обходится без каких-то проблем, где их не бывает. Но в то же время, если есть желание быть активным, то все возможности для этого здесь есть.